Сделаем это. Для этого ты задираешь рубашку. Как ты узнал? Ты пьяный? Разве не странно делать это здесь? Вот именно. Будьте откровенными. Удачи! Удачи! Бэмхаус. Бэмхаус. Сегодня, ребят, придут гости, которых вы очень ждали. Дам вам подсказку. Вы же догадались. Сейчас 10 вечера. Эти гости — мировые звёзды. Так сложно с ними встретиться. Им пришлось закончить всю работу, прежде чем сняться в Бэмхаус. Поэтому снимаем поздно. Бэмбэм взволнован. Югём. Десятый гость Бэмхауса. Близкий друг, родившийся в тот же год, что и Бэмбэм. Состоит в агентстве EOMMG. Магна группы God7. Ты принёс это? Дело в том, что... Если бы я не был в Сеуле, я бы это не ел. Правда? Привет. Как у тебя дела? Ты был в Европе? Когда вернулся? В воскресенье. Ребят, это Югём из God7. Здравствуйте. Нам пришлось с нимать так поздно из-за радиошоу, Йонджи. Так и есть, ты прав. Я не знаю, что делать, раз ты так рано пришёл. Обычно вокруг нет камер. Верно, мы общаемся наедине. Это что-то новенькое. Сегодня мы будем пить пиво. Не против? Здорово. Правда? Югём обычно не пьёт пиво. Только соджу. Обычно я пью только соджу. Давай сначала поедим. Вы едите такое на шоу? Иногда. Когда-то мы часами стояли в очереди за этим. Потрясающе. Вкусно. Давно такого не ел. Да, это вкусно. Он приехал. Разве не ты должен открывать дверь? Ты просто был ближе к двери. Постоянный гость Бэм-Бэма. В настоящее время он диджей на радио. Главный вокалист ГАД-СЕВЕН Йон-Джест. Спасибо, спасибо. Не нужно. Хорошая работа, чувак. Ты купила ту доставку? А у тебя что? Закуски. Это так в твоём стиле? Здравствуйте. Бэм-Бэм, серьёзно? Тут классная атмосфера. Я схожу в ванную комнату. Иди. Закуски. Со вкусом креветки. Долго ждали? Да. Ты вёл радио-шоу, только вернулся. Вас было трудно пригласить. Это из-за меня, прости. Ничего. С Югёмом тоже непросто. Он был в туре. Очень трудно. Тогда Югём виноват. Но ты не лучше. Сегодня проблемы из-за тебя. Но я пришёл. Когда одному подходит, другому нет. Поклонники думают, что я не хочу приглашать участников ГАД-СЕВЕН. Я вас ещё первый эпизод звал. Это не так. Не думайте так. Недоразумение. Вы смотрели Бомхаус? Я смотрел. Эпизод с Яной. После тебя она присоединилась ко мне в прямой эфир. Она была пьяная? Нет, но она выглядела уставшей. Прости, Яна. Ты же тут выпивал с пунджей. Верно. Прямо здесь. Я посмотрел это. А ещё первый эпизод. Транзитная любовь. Санхэйн. И это посмотрел. Я всё смотрел. Он правда видел многие эпизоды. Спасибо вам за это. Участники обычно не смотрят контент друг друга. Верно. Мы все преуспеваем сами по себе. Точно. Чем ближе вы друг к другу, тем меньше следите. Вы смотрели мои видео для промоушена? Я горжусь ими. Конечно, я посмотрю. Я всегда лайкаю твоё видео. Ты даже не подписан на нас. Подождите. Послушайте меня. Я был подписан на вас. У меня есть моя личная инста. А также есть официальный аккаунт. Я хочу увеличить количество подписчиков. У всех участников много подписчиков. Поэтому я... Я всё равно хочу, чтобы ты подписался. Ничего не случится, если ты подпишешься. Конечно. Я сделаю это сейчас. На возле их подпишусь. Нет, на всех семерых. Ладно. Только на нас. Я подпишусь на остальных, когда они придут сюда. Да, только когда они придут. Отличная идея. Отлично. Теперь здесь четыре подписчика. Мой тоже? Поговорили подписаться. Хотите попробовать моё пиво? Да. Продюсер радио тоже хотел к тебе приехать. Правда? Поделись с Йонжи, чтобы он похвастался твоим пивом. Лучше, конечно, подождать, когда оно добродет. Без разницы. Ты откроешь для нас? Нет, сами открывайте. Давайте будем нормальными. Действительно близкие друзья. Серьезно. Давно я не пил. Удачи! Удачи! Я жду ваше честное мнение. Честное? Какой же вкус у Би-Бир? В это время идеально его выпить. Мне нравится этот мягкий вкус. Меньший градус. Мне не нравится, когда покусывает горло. Правда? А я хотел повысить градус. А я люблю посильнее. Да, можно и сильнее, чем сейчас. Вкус хороший. Нормально? Очень хорошо. Я бы хотел повысить содержание алкоголя. Мне нравится. Может, потому что я вернулся с работы? Отличное. У пива приятный привкус. Ничего такое. Мы не рассказывали, сколько могут выпить в Гад Севен. Разве? Я не вру. Раньше я выпивал три бутылки соджу. Это была база. Ты хорошо пил. Я много пил. Но сейчас я даже бутылку не выпью. Правда? Количество сократилось. Я не часто пью. После бутылки аккуратно увеличивай дозу. Точно. Спиртное – это неплохо. Плохо, когда в большом количестве пьешь. Югем тоже хорошо пьет. Я могу выпить две. Доживаем до конца, только мы двое. Точно. А я такой. Только я, он и хореограф. Поговорим о том, что происходит в нашей жизни сейчас. Сейчас я в гастролях с AOMG. Тебе не странно говорить об этом здесь? Ты прав. Не стесняйтесь говорить об этом. Я вернулся в Корею в воскресенье. Концерты проходят во многих странах мира. Мировой тур AOMG. Какой тур веселее с Гад Севен или с AOMG? Атмосфера разная. Вот как он уходит от ответа. Наша группа сосредоточена на выступлении. А концерт AOMG ориентирован на публику. Ты обливаешь их водой? Похоже. Создаю атмосферу. Раз, два, попрыгайте, покричите. Вот почему ты задираешь рубашку. Стыдно. Ты чаще всех нас это делаешь. Мне нужно было молчать. Ты что, думал мы не будем дразнить тебя? Конечно, я знал. Вы каждый раз будете говорить, как я поднимаю рубашку. Это так. У меня сингл вышел 12 мая. А еще я веду радио-шоу. Я диджей на шоу «Близкий друг Йонжи». На МБС? Да, на МБС. С 8 до 10 вечера на FM4U. Отправьте сообщение на номер 8000. Короткое 50 вон, длинный текст вон. Мини-сообщение бесплатное. Молодец, молодец. Я помню, потому что говорю это каждый день. Твой любимый гость. За исключением Гатсевен. Думаю, у нас даже в его списке нет. По-любому. Я даже не думала Гатсевен. Я знал это. Но есть же такой человек, не так ли? Нам не нужно ничего скрывать. Я и не скрывал никогда. Другие гости на моем шоу тоже ничего не скрывали. Когда ты подумал, о, это человек здесь. Был ли гость, который вызвал такие чувства? Ты должен быть честным. Этот человек не был гостем, но был рядом на шоу по соседству. В 10 вечера по Хьюшин. Я мельком увидел шоу Хьюшина. Я пристально посмотрел на него. Дай ему свою визитную карточку. У меня нет такой. Я диджей из близких друг Хьюши. Приходите на шоу, если вам интересно. Это не тот ответ, который я ожидал. Попробуй еще раз. Хочешь, чтобы я спросил? Давай, я знаю, как уклончиво ответить. Особые для тебя хубэ. Хороший вопрос, да? Люси. Они правда хороши. Они даже на скрипке играют. Среди айдолов. Люси, айдолы. Танцевальные группы. Танцевальные? Какая танцевальная группа ко мне приходила? Зе Бойс приходили. Зе Бойс такие молодцы. Из него невозможно ничего вытянуть. Он привык к этой индустрии. Когда выпивают Гат Севен, мы не говорим с Дрогнем. Мы говорим Чус. Как называется твой альбом? Ты постоянно про него постишь. Что? Душа и сладость? Свет и Сол? Помнишь, как он сказал Овисам? Что за Овисам? Осам. Я расскажу вам об этом. Знаете слово Осам? А-В-У-Е-С-О-Э-М, да? Ну, Югем читает вот так. Овисам. Ты не в том положении, чтобы смеяться. Помнишь, вай-фай? Ну, я плохо владел английским. Я тоже. Мы тоже не знали. Я был хуже тебя. Я хуже знаю английский. Я прочитал вай-фай как вифи. Вифи, вифи. А еще сауэр. Означает кислый. Кислый и сладкий. Не душа. Я неправильно понял буквы. Ладно. Ты плюнул на меня. Это первый полнометражный альбом. Для каждой песни своя концепция. Ты, наверное, много работал. Денег много потратил. Я потратил меньше, чем вы думаете. А как мы это узнаем? Альбом называется Сауа энд Свит. Это и заглавная песня. Уже вышел финальный клип. Какая была мелодия? Попробуй еще раз. Ты пьяный? Попробуй. Я хочу точно знать. Давай посмотришь и повторишь. Почему ты смеешься? Что смешного? Я так взволнован. Почему? Меня снова будут дразнить. Вы скажете, что мои губы похожи на кровянку. Нет, сосиски. Серьезно? Ты хорошо поешь. Ты как Джастин Бибер. Правда? Для таких моментов обязательно нужна сцена, где ты бежишь. Верно, ты понимаешь. Нужно побегать. Очень хорошо. Аплодисменты. Нормально. Песня отличная. Лучше, чем предыдущая. Правда? Какое облегчение. Партия с фальцетом хорошая. Это то, что ты только что пил? Даже если меня все игнорируют? Наконец-то. Я хорошо это выразил. Теперь я понял. Почему бы не поесть закуски, которые я купил? Они вкусные. Ты тоже их не ешь. Сначала выпьем. Может, залпом? Сможете? Думаю, нет. Я не умею пить пиво залпом. Легкотня. Легкотня. Ты еще умеешь пить? Но это все равно сложно. Мы все работаем в разных агентствах. Давайте поговорим о том, чего вы еще хотите от своих агентств. Время продлевать контракт. Ты скажи, почему я первый? Это же Бомхаус. Я? Компания Эбис хорошо по мне заботится. Они делают все для меня. От начала до конца они показывают мне все до релиза. А еще они фотографируют меня с моего любимого ракурса. Такие фото не стыдно куда-то выложить. Но это важно. Конечно важно. Поэтому, когда я выхожу на улицу, люди узнают меня с этой стороны, а с этой не узнают. Серьезно, правда? Когда я иду за покупками, разве это не Бомбэ? А когда так иду, всем все равно. Это уже слишком. Так и есть, но это все, что я могу сказать. А теперь ты, скажи, ОМГ. А есть что? Недовольство? Не жалобы, а то, что ты желаешь еще. На что я надеюсь? 90% прибыли твоих? Я на такое не рассчитываю. Правда? Тогда акции. Да, можно мне немного акций? Поделитесь акциями, когда я продлю контракт. Сколько ты хочешь? Просто скажи, это для твоего будущего. Хотя бы тысячу акций. Думаю, мне будет достаточно 3%. У тебя крутится это в голове, но ты не можешь сказать им об этом прямо. Мы можем поговорить об этом при встрече. Ты попросишь только 3%? Нет. Я никогда... Никогда не думал о таком. Это же здорово, когда они у тебя есть. Стабильность. Только 3? Мне должно хватать. Для комфорта нужно 13%. Было бы неплохо, хотя бы 7%. Тогда 7%. Пожалуйста, 7%. Саблайн сейчас смотрит это. Просто то, на что ты надеешься. Мое желание? Я не разрешаю тебе увиливать от ответа. Твои желания? Я ничего не ожидаю. Президент, мы поговорим позже. Боже, не этого я хотел. Прежде чем поговорить с директором, какой настрой должен быть? Расскажи, пожалуйста. Что ты имеешь в виду? Президент, пожалуйста, расслабьтесь, прежде чем увидеть меня. Или директор. Вы понимаете, о чем я? Президент, понимаете меня? Сейчас уже почти час ночи. Уже поздно. Правда? С камерой или без все прошло лучше, чем вы думали. После выпивки я почувствовал себя более комфортно. Когда выпиваешь, все отлично. Я немного пьян. Напоследок, цель, которую вы хотите достичь. Или сообщение, которое хотите оставить. Когда достигнете своей цели, вернитесь и перенесите бутылку сюда. Заработать 10 миллиардов вон. Хён, если получится, расскажи мне. Конечно, я дам тебе знать. Если сможешь, заплати за мою аренду. Ты зарабатываешь больше меня? Нет, о чем ты? Ты сам знаешь. Ты уже заработал 10 миллионов. Конечно, нет. Если бы заработал, уже бы вышел на пенсию. Нет у меня 10 миллионов. Для меня сходить в больницу. Если пойдешь в больницу, придется выпить это. Прямо перед больницей, да? Перед приемом? Да, выпить пиво.